Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире столица ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем, как всегда, в это время говорить о том, как чувствует себя бизнес в России и за его пределами. Тем более, что сегодня замечательный эфир, а прежде всего замечательный гость. Сегодня у меня в гостях Боб Дорф, известный предприниматель, консультант и ментор Стартап Академии. Добрый день, Боб. Очень рад быть здесь с вами. Добрый день. Спасибо. Ну что ж, тема сегодняшнего эфира, мы назвали ее следующим образом. Как развивать бизнес даже во времена неопределенности. Я надеюсь, Боб сегодня расскажет. Нам об этом не все, к сожалению, знают, как его в принципе развивать, а уж тем более во времена неопределенности. И тем не менее, первый вопрос, Боб. Расскажите, пожалуйста, о Стартап Академии. Что это за учебное заведение такое? Чем оно занимается? Какие задачи решает? Академия стартапов – это такая академия, программа, которая была сделана в Сколково, в Московской школе менеджмента, где я преподавал уже четыре раза, по неделе каждый раз, в течение для 25-24 предпринимателей, которые приезжают в эту академию. Они приезжают туда с какой-то бизнес-идеей, очень в такой грубой форме она у них, существует эта идея, и они со мной начинают работать, и в течение 10 недель они берут эту свою такую идею в зародыше и начинают над ней работать, используя процесс развития клиента. Пытаются протестировать все свои идеи, мысли, чтобы понять, станет ли это успешным бизнесом или нет. И они тестируют эти идеи, только у тех людей все это пытаются узнать, что мнение действительно значит для них что-то. Это не инвесторы, не мое мнение, а мнение тех людей, которые будут давать вам деньги. Это ваши клиенты. Эта программа, это Академия Стартапов 5, начинается 12 мая в Москве. Новые организации, которые будут работать в этой академии, мы надеемся, что при 30 предпринимателей, они будут работать со мной неделю, для того, чтобы получить основные инструменты, методы выявления клиентов, и потом будут неделю за неделей работать через весь процесс, и с ними будут работать разные эксперты из России, из США и из Европы, рассматривая разные элементы бизнеса, развитие программного обеспечения, продажи, маркетинга и так далее. И к во времени, когда они закончат Академию, они не только будут понимать, в чем заключается их продукт, но они также будут понимать другие ключевые моменты. Как эта идея может стать бизнесом? Кто их клиенты? Где будут покупать продукт? Будут ли они готовы платить за этот продукт? Какие характеристики хочет клиент увидеть в продукте? Как найти клиентов? Это невозможно все сделать, просто прочитав книжки или проведя какие-то исследования. Все это делается путем тестирования, практики. Надо показать этот продукт клиенту, чтобы получить отклик от него. Боб, я знаю прекрасно, у вас огромный опыт личного ведения бизнеса. Вы начинали аж 12 лет, по крайней мере, так пишет в книгах. Нужно ли человеку, который может научить ведению бизнеса, иметь собственный опыт? Или есть теоретики, а есть практики? Мне кажется, что в нескольких таких ключевых областях, пожалуй, самый лучший пример – это хирургия. Хотелось ли бы вам, чтобы человек, который будет проводить операцию на сердце у вас, чтобы ему достаточно было только прочитать все про хирургию, или вам нужен тот хирург, который провел сотню операций, или тысячу операций хирургических, и, может быть, сто из них были совсем удачны. И то же самое, я бы сказал, для стартапов подходит. Вы узнаете больше от своих неудач, чем от своих успехов. Если вы очень успешны, вы очень заняты только тем, что вы все время говорите себе, насколько прекрасны вы, насколько вы замечательно все делаете, но когда у вас происходят неудачи, что происходило с вами несколько раз, когда спускаешь в унитаз целый год своей жизни и миллион долларов собственных денег, именно тогда ты понимаешь, что ты сделал не так, и ты стараешься сделать в следующий раз все иначе, чтобы не повторять этих ошибок. Я имел честь преподавать этот курс в три года уже в Колумбийском университете. Я должен сказать, что у меня практически нет никаких дипломов, и оценки были у меня плохие по успеваемости в школе, но меня туда пригласили, потому что реальный опыт у меня очень большой, о том, как выстраивать эти стартапы. И то же самое относится к Академии стартапов. Это когда приезжают те предприниматели, которые допускали ошибки, и у которых были успехи, тоже несомненно. Это именно те люди, по моему мнению, которые по-настоящему могут объяснить, как будет происходить эволюция успешного бизнеса. Очень интересно, как вы оцениваете, по каким критериям вы оцениваете, ну даже не успешность будущего бизнеса, а успешность будущего бизнесмена. Вот что должно быть, я не знаю, в его глазах, в его голове, в его осанке, в его жестах, чтобы вы сразу подумали, да, вот этот парень добьется своего. Я бы так сказал, что существует не так много таких точных индикаторов успеха. Основные предприниматели, первый раз, первое их дело, второе дело, как правило, это неудачи. И в своем случае, я должен сказать, у меня было семь стартапов. Первый из них был очень успешен. Мы продали его потом за многие миллионы долларов. Седьмой был просто невероятно успешен, и мы его продали еще за большие деньги. Но между этими двумя у меня были чудовищные неудачи. И настоящий предприниматель, честно говоря, даже не знает, что делать. Его страсть заключается в том, чтобы постоянно пробовать. Не важно, был ли это успех или не успех, он продолжает действовать. И отчасти это касается, действительно, этой страсти, этой жажды и желания, то, что двигает предпринимателя вперед. Здесь нет никакой формулы, на Земле никто ее не придумал еще, которая бы гарантировала вам успех. Такой просто не существует. И работа нашей методологии, задача методологии заключается в том, не в том, чтобы гарантировать успех, а в том, чтобы снизить вероятность неудачи. Потому что в любом стартапе существует огромное количество неудачно принятых решений. Что вы можете сделать? Вы можете удалить, возможно, большее количество вот этих неправильно принятых решений, чтобы снизить возможность неудачи. Нет никакой такой волшебной формулы, ни в моей книге, ни в какой другой книге, которая бы гарантировала успех. Спасибо. Согласен на 100%. В таком случае другой вопрос. А что в первую очередь должно мотивировать человека, который решил заняться бизнесом? Это возможность заработать денег? Или это возможность некого самовыражения? Я так понимаю, это как раз то, о чем вы говорите. Что человек постоянно пробует, 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 пока не получается результат. К сожалению, в сложной экономической ситуации, такая как сейчас здесь и в США, у нас слишком много предпринимателей, которых двигает вперед желание получить деньги. Дело в том, что вероятность получения огромного количества денег для предпринимателя, надо сказать, что она очень низка. И у каждого стартапа есть черные дни. И невозможно выжить в эти черные дни просто с надеждой, что когда-нибудь я разбогатею. Что должно, по моему мнению, двигать вас вперед, я хочу быть собственным начальником. Я готов выдерживать риски. У меня есть концепция, у меня есть идея, представление, у меня есть то, что принадлежит мне. Это мои отпечатки пальцев на всем, к чему я прикоснулся в этой идее. И мое удовлетворение приходит от того, что я 24 часа в сутки работаю над тем, чтобы эта идея воплотилась в жизнь. И если все будет происходить замечательно, и мне очень сильно повезет, и я буду очень много работать, и, вероятно, может быть, тогда и каким-то образом я заработаю каких-то денег. Но все те молодые, юные предприниматели, которые начинают свои стартапы здесь, в Америке и в Латинской Америке, те, кого двигают вперед деньги, которые думают о деньгах, меня это все очень сильно пугает на самом деле. Потому что это совершенно неверная причина, по которой начинать стартап, ориентируясь только на деньги. Ясно. Ну что ж, более-менее понятен образ этого будущего бизнесмена. А теперь давайте поговорим непосредственно о том деле, которым он собирается заниматься. Есть ли рецепты, которые позволят предположить, что этот стартап, да, это дело будет успешным? А это может таким не быть. Конечно, есть определенного рода тесты, которые вы можете проводить во время работы, которые дадут вам какие-то признаки того, что это такое будет. Но эти признаки, скорее всего, сначала будут показывать, что успеха вам ждать не придется. Потому что в нашем методе мы предлагаем, чтобы в первую неделю вашего стартапа, о жизни вашего стартапа, чтобы вы вышли на улицу из офиса, поговорили с 20-30 клиентами, не о своей идее, не о продукте вы будете с ними разговаривать, а поговорите с клиентами о той проблеме, ради которой вы выходите в бизнес, чтобы решить эту проблему. Стоит ли это серьезная проблема? Стоит ли это проблема денег этому клиенту? Стоит ли это проблема жизни клиента? Волнуется ли этот клиент, интересует, заботит его ли это проблема в течение дня или в течение всей жизни? Если это проблема, которая по-настоящему их захватила, и если это не та самая проблема, то, вероятно, рынка для вашего решения нет. Но как только вы понимаете, так в этот момент вы останавливаетесь, вы понимаете, что раз рынка нет такого, тогда вы начинаете решать, говорили ли вы с тем клиентом, который вам нужен был, правильно ли вы поговорили с ним о своем решении, до тех пор, пока вы не поймете, что вы действительно своим продуктом решаете серьезную проблему, которая отнимает у людей много времени, или отнимает... Или отнимает... Или как-то их расстраивает, если... таким образом вы запускаете продукт туда, где нет рынка. Вам для начала надо понимать, есть ли рынок для этого продукта. Ясно, ясно. Хорошо. Будем считать, что это первый шаг. Мы протестировали, так, как вы рассказали, и пришли к выводу, что этот продукт необходим. Человек, который будет покупать этот продукт, вот он есть, да, или их целая группа. Вот. И, соответственно, в этом случае я понимаю, да, что идея может жить. Что дальше? И следующее... Вы начинаете продумывать, кто эти 20 или 50 человек, которых больше всего заинтересует ваш продукт. Если вы производите... Если вы производите повязки или лейкопластырь, вы не пойдете к этому человеку, который лежит на улице и истекает кровью. Вы не будете задать ему вопросы, если нет, и судя его цвет этой повязки, или так далее. Вы попытаетесь найти тех людей, которые испытывают наибольший энтузиазм в отношении вашего продукта, чтобы они... Вы даете этому человеку версию сырую, версию вашего продукта. Это может быть программное обеспечение с массой проблем, или с какими-то недостатками, но вы все равно их даете, потому что эти люди, посмотрев ваш продукт, они вам тут же смогут рассказать, как этот продукт можно улучшить. И они вам это скажут не потому, что они хотят какое-то вознаграждение от вас получить, а они вам скажут об этом, потому что это их личный интерес. Они хотят, чтобы продукт был лучше. И таким образом они будут вас наставлять и наставлять в том, как этот продукт можно улучшить. И таким образом они станут вашей силой, рекламной силой на рынке. Они будут рассказывать своим коллегам, своим друзьям, у которых похожие проблемы, как у них, и будут говорить, давайте я вам покажу вот это замечательное решение той проблемы, которая у нас и у вас есть. Ясно. В таком случае, Боб, а почему большинство стартапов все-таки разваливаются даже на каких-то начальных этапах? Причина в том, о чем вы говорите, да, то есть я неправильно понял аудиторию, я не мотивирован, я некорректно оцениваю необходимость продукта. Основная часть причин заключена как бы в человеческом факторе. Никто не говорил мне, что это будет так трудно заниматься стартапом. Я думал, что моя идея прекрасна, но клиенты не согласились с этим. Ну и ладно, подумаешь, я пойду поработаю на Лукойл тогда. Всем нравится забывать в этой стартаповской мании, которая происходит сейчас во всем мире. Если вы выстраиваете стартап, который будет масштабируемым, который будет огромным в результате, и сможет стать публичной компанией, я бы так сказал, что шансы таковы, что 97% скорее всего потерпите неудачу. Скажем так, человеческий фактор — это первый момент. Второй фактор — это... Нашли ли вы единственных 20 клиентов, или помимо этих 20 человек, есть еще 20 тысяч и 20 миллионов, которым понравится ваш продукт, потому что довольно часто бывает так, что вы очень много работаете, вы вот первые продажи проходят, ваши друзья покупают, контакты ваши покупают, и потом вдруг... Все, у вас кончились имена вашей записной книжки, и что же теперь делать? И вы теперь не знаете, что делать, потому что вы не протестировали все это заранее, чтобы понять, каков размер рынка, насколько клиенты готовы покупать, насколько они желают покупать. Я понял. Еще один важный момент, мне кажется, для любого стартапера — это финансовая поддержка. Как понравится инвестору, что, опять-таки, нужно делать, как нужно себя вести, потому что, мне кажется, не каждый инвестор сможет понять идею. Да, конечно. Во-первых, я, насколько я понимаю, в России и в США также сейчас гораздо сложнее, чем когда-либо ранее сейчас поднимать деньги, получать деньги от инвесторов. Существует такое огромное количество стартапов, которые вьются вокруг этого всего и стараются получить деньги. Их так много, и большая часть из них посредственны. И инвесторы стали очень скептично относиться к этому, и они никакого вдохновения не получают до тех пор, пока они не увидят действительно чего-то стоящего. Кроме того, они устали от всех этих стартапов после того, как в апреле 2000 года этот интернетовский пузырь лопнул, когда сотни миллионов долларов были потрачены на те идеи, которые бизнесом-то и не стали вовсе. Поэтому все больше и больше вариантов сделать стартап привлекательным для инвестора, это показать инвестору, что у вас выстроилась целая очередь клиентов за дверью, которые готовы купить у вас этот продукт. Если вы это сделали правильно и хорошо, тогда, конечно, инвесторы купят у вас это все, они помогут вам основать бизнес. Или если клиенты выстроились, и их много, вы можете вообще инвесторов избежать. Раз клиенты есть, они вам и профинансируют ваш проект, собственно. И были стартапы у меня, которые мне удалось сделать вообще без инвесторов. И отчасти я удалось мне это сделать, потому что в 22 года, когда у меня был первый стартап, я уволился из очень хорошо оплачиваемой работы на радио. И я начал свой бизнес в 22 года. И кто настолько был бы сумасшедшим, как ты, кто бросил высокооплачиваемую должность, и стал бы заниматься этим, никто, конечно, мне инвестиций под это не давал. И после этого мне удалось продать этот бизнес за хорошие деньги, и я стал собственным инвестором для того, чтобы не отвечать больше ни на чьи вопросы. Поэтому, надо сказать так, инвесторы не верят во все те вот эти сказки, которые написаны в бизнес-плане. Они больше не верят в это так, как они верили в это в 97-м, 98-м, 99-м году. Сейчас они хотят увидеть клиентов, они хотят увидеть это, так скажем, трение, которое возникает. Вы можете одеться очень хорошо, вы можете лучше свой костюм одеть, можете красивую обложку приложить к своему предложению. И вряд ли это произойдет впечатление на настоящих серьезных инвесторов. Кстати, если говорить о бизнес-плане, значит ли это, что сейчас бизнес-план не нужен в принципе? Бизнес-план, он нужен, но он нужен на более поздней стадии. То, как мы смотрим на бизнес-план, после того, как у вас есть факты, которые вы можете приложить к бизнес-плану, и когда у вас есть достаточно успешного уже работы, когда вы готовы привлечь большое количество денег, миллионы рублей, тогда вы сможете объяснить инвестору, что вы собираетесь делать с деньгами, что вы сделали для того, чтобы доказать, что эти деньги будут приведут к прибыли, но в начале стартапа, вместо того, чтобы тратить на то 6-7 недель, на то, чтобы написать эту книжку, полную сказок того, что произойдет, просто возьмите кусок бумаги и напишите на этой бумажке то, что называется шаблон бизнес-модели. Этот шаблон был разработан швейцарским доктором Алисом Астерлогом, и туда внесите 9 элементов, ключевых элементов вашего бизнеса. Ценообразование, маркетинг, партнеры, клиенты, продукты. И что это означает? Это на самом деле ваши основные догадки, это не факты, это догадки. Но вы это можете сделать за день, вместо того, чтобы тратить 3 месяца. И потом вы переходите в фазу процесс выявления клиентов, для того, чтобы посмотреть, были ли вы правы в своих догадках или нет. Доказали ли вы правоту этих догадок, если вы их доказали, тогда у вас возникают факты, которые можно внести в бизнес-план. Вы можете доказать, что ваши догадки были правильными. Обычно вы проводите, делаете массу изменений в этом шаблоне, по мере того, как вы двигаетесь в выявлении вашего клиента. И что самое главное, то, что вы делаете во время этого процесса, вы удаляете риски из стартапа, вы удаляете риски для инвесторов. Так, доказывая таким ценность вашей компании, и в результате вы таким образом сохраняете большую часть этого капитала, который основатели вложили в этот стартап. Спасибо, спасибо. Сейчас время прерваться. Я напомню, уважаемые слушатели, сегодня мы обсуждаем тему, как развивать бизнес даже во времена неопределенности. И у меня в гостях Боб Дорф, известный предприниматель, консультант и ментор стартап-академии. Итак, на пару минут прервемся, послушаем рекламу на столице ФМ, и потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, продолжаем наш эфир, сухой остаток на столице ФМ. Напомню, что сегодня мы говорим, как развивать бизнес даже во время на неопределенности. И у меня в гостях Боб Дорф, известный предприниматель, консультант и ментор стартап-академии. Ну что ж, продолжаем беседу. Есть у меня много вопросов к вам, Боб, один из которых следующий. Можно ли, сейчас мы вспоминали, кстати, да, крах доткомов, известный какое-то время назад. Можно ли сейчас говорить о том, что определенные отрасли могут быть более успешны? Определенные могут быть менее. И какова активность сейчас с точки зрения появления стартапов именно в интернет-сегменте? Они невероятно активны сейчас. Это как безумие какое-то, просто хаос. И причина этого заключается в том, что вы можете интернетовский стартап начать за пару сотен долларов всего. Вы можете арендовать ПО, и ПО сейчас такое простое, что моя внучка четырехлетняя, она может себе сама открыть какой-нибудь сайт по электронной коммерции. начать бизнес само по себе это один из элементов, который позволяет вам двигаться к успеху. Вам необходимо на самом деле определиться, как вы получите клиентов, как вы заработаете деньги, где вы будете это все продавать, откуда вы будете получать этих клиентов, как вы будете их привлекать. невероятно, какое количество стартапов сейчас возникает в интернете. Ко мне пришла группа на прошлой неделе, и их речь шла о рецепте, как можно составить рецепт из того, что у вас есть на кухне, и это специально было приложение для айфона. Я с ними поработал немного, и я посмотрел в интернете, и существует 850 приложений для айфона, для того, чтобы разобраться в рецептах на основе тех ингредиентов, которые все есть дома. И я посмотрел, что есть какая-то команда, которая работает, разрабатывает платформу онлайнового образования. Сейчас таких существует 206. необходимо, чтобы стать 2007, чтобы быть успешным. Необходимо быть почти как лазерный луч, который будет направлен вам в гол, чтобы провести такую операцию, для того, чтобы действительно можно было продавать свой образовательный продукт при таком количестве конкурентов. Да, согласен, согласен. Огромное количество конкурентов. Ну, в этом случае я, как начинающий бизнесмен, рассуждаю следующим образом. Эта поляна поделена, здесь действительно слишком большая активность, значит, надо найти то место, где еще эта активность минимальна. Вот, можно сейчас, да, хотя бы пару примеров? could you give us a couple of examples? Мне кажется, что самое интересное, это, во-первых, это оценить отрасль. То, как мы рекомендуем это необходимо сделать, это стать как бы своим собственным клиентом, стать на место своего клиента и пойти по магазинам, что называется, посмотреть, какое количество существует галстуков, скажем, в продаже в онлайне, где можно посмотреть цены, из чего они сделаны, и какого цвета. Может, найдете сто, пятьдесят сайтов, которые продают галстуки, распечатайте каждый из них, на полу разложите, к стене прилепите, посмотрите, подвигайте их, посмотрите, вот они самые дорогие здесь галстуки, вот самые дешевые галстуки, вот эти сумасшедшего цвета галстуки. Есть ли там, если все это разложить на полу, есть ли там у нас какая-нибудь незаполненная часть, какое-то пятно, куда можно было бы двинуть свой бизнес, бизнес свой, чтобы этот бизнес как-то выделялся среди них. И, пожалуй, самая интересная область, которая сейчас пользуется наибольшей популярностью, это то, что называется работа с большими массивами информации, когда вы пытаетесь понять, что люди слушают, что люди читают, и те данные, которые вы получаете, здесь вы можете предсказывать тенденции, вы можете найти какие-то сильные стороны или слабые стороны на рынке, или мое самое любимое, что ли, то, что называется интернетовский, когда вы можете работать с интернетом, когда вы сможете, используя свой телефон, удаленно включить кондиционер в своей квартире и включить приготовить себе стейк, и приготовить себе, все это сделать удаленно, пока вы сидите в пробке, когда уже перемешали водку, коктейль вам сделали, вы уже приехали, и все готово. Все это учит нас с тому, как контролировать свою жизнь, используя вот эти вот устройства, ручные устройства, и должен сказать, что эта область уже достаточно заполнена, но первое поколение вот этих решений в этой области, они очень простые, и тем не менее, если сказать моему устройству, устройству, что у меня во вторник я пью мартини, в пятницу я пью пиво, и так далее, и таким образом этот телефон будет запоминать мое поведение, и будет реагировать это определенным образом, это вот, скажем, следующее поколение вот этих вот устройств, которые будут предсказывать поведение. Ясно. Боб, говорили вы сегодня уже о том, что и с ситуацией в России, ну, наверное, прежде всего, ситуация в Штатах, экономической, я имею ввиду, да и в Европе, и во всем мире сейчас, наверное, ну, заслуживает термина такой неопределенность, неопределенность. Отсюда, если логично рассуждать, наверное, приходишь к выводу, что поскольку неопределенность, то лучше, наверное, ничего нового в плане бизнеса, конечно, не затевать. правильный, не знаю, как вы пришли к такому выводу. Не знаю, как вы пришли к такому выводу. Если вы понимаете, что первые несколько лет дохода в стартапе это такое незначительное количество денег, что работая в стартапах, надо сказать, что на стартап ситуация экономическая практически не оказывает никакого влияния, потому что стартапу необходимо совсем небольшое количество клиентов для того, чтобы определиться со своим продуктом и для того, чтобы стать успешными. И мне кажется, еще очень важный момент, который мы забываем, это то, что все, что касается стартапа, там все неопределенно. Просто вы просто добавляете еще больше неопределенности к той неопределенности, которая же есть. Все это покупают. Смогу я продать достаточно этого, чтобы кормить свою семью? Ну и ладно. Мировая экономика это, пожалуй, не в списке тех десяти проблем, которые волнуют стартапы. Ну, я предположу просто, что любой стартапер, наверное, какие-то более-менее глобальные планы все равно рассматривает. Может быть, не в начале пути, а чуть дальше. И тогда мировая экономика или экономика конкретного государства может как раз выступить помехой для того, чтобы развиваться. а скажите, где сейчас экономика все в порядке? Даже в Китае сейчас не все в порядке. Где сейчас? Очевидно, что в Штатах тоже у нас не здорово все. мне кажется, это проблемы очень богатых людей. У меня этот бизнес очень хорошо работал в России, теперь я решил его перевести в Европу, потому что там была сейчас получше ситуация. Здорово было бы, если бы эта проблема касалась каким-то образом стартапов, что у них есть эти глобальные каналы сбыта и что их это бы волновало. Ясно. Ну и учитывая, что немножко времени у нас осталось, я хотел бы вам, Боб, задать напоследок в финале нашего эфира вопрос, а точнее просьбу хотел бы озвучить, чтобы свое видение, как будут развиваться в России прежде всего стартапы, насколько все более интересны они будут для молодых предпринимателей, может быть, не очень молодых, и главное, как будет вот эта связка работать, да, стартап и инвестор, инвестор, будут ли появляться новые инвесторы, желание инвестировать в стартапы? Вчера у меня был замечательный день, я встречался с российскими предпринимателями и проводил я мастер-класс, который спонсировался Сбербанком, и Сбербанк на самом деле полностью переворачивает всю свою модель в двухсот городах России по всей России для того, чтобы предоставить поддержку всем предпринимателям, предоставить им консультации и услуги, не только банковские услуги, а также услуги юридические, чтобы помочь предпринимателям создать более приемлемую систему для работы предпринимателей. Мне кажется, что 170 Сбербанковских офисов были переведены в эти центры работы со стартапами предпринимателей. Мне кажется, что это то, что на самом деле может серьезным образом помочь развитию стартапов в России. И еще, что мне кажется очень важно, это то, что каждый стартап не обязательно должен стать Гуглом. У вас может быть достаточно сложный путь, и, вероятно, вы сможете своих детей определить в колледж, и вы сможете купить дом, и, конечно, вы сможете заработать достаточное количество денег для этого, скажем, на пару миллионов или на три миллиона. Конечно, чтобы стать Гуглом, это будет серьезное, проблема с ними сделать что-то подобное, но необходимо подумать о том, что он или она предприниматель, что он хочет, да он хочет больше времени проводить с детьми, хочет, вероятно, не надо этому предпринимателю строить ракету, которая полетит на Луну, может ему достаточно сделать нечто, что будет ездить из Москвы в Петербург. Вероятно, имеет смысл как-то пересмотреть свои амбиции, сделать что-то более приемлемое, вы всегда можете поменять свое мнение об этом, когда думаешь, что вот оно все на самом деле работает, давай-ка мы все это развернем и сделаем более масштабно. Еще один очень интересный феномен, который происходит, и я видел это во время своей последней академии стартапа, и вчера это я тоже обнаружил. Те, кто пришли на семинар, люди, заинтересованные в стартапах, 40% женщины, не только русские женщины, они очень красивые, но у них такая же энергия, такое же желание быть собственным начальником, заниматься своим собственным делом, и оказалось, что это мероприятие для Сбербанка касалось того же, было 500 человек у нас в зале, и приблизительно третьих было женщины, и то, и та энергия, и та страсть, с которой они говорили, как молодые женщины и мужчины об этом говорили, мне кажется, что здесь большая надежда, которая связана с предпринимательством в России, и я очень горд тем, что наша книга была переведена, и Россия это третья страна в мире, где эта книга стала бестселлером, и эта книга очень хорошо продается, и я очень горд тем, что мы помогаем этим предпринимателям двигаться вперед, чтобы они могли снизить возможности неудачи их предприятия. Спасибо. Звучит очень оптимистично, поэтому, наверное, самая та оптимистичная нота, чтобы закончить наш эфир. Я напомню, сегодня в сухом остатке Боб Дорф, известный предприниматель, консультант и ментор стартап-академии Боб. Огромное спасибо. Уважаемые слушатели, вам также спасибо за внимание, всего хорошего. До свидания.